Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто несмотря на то, что пятница, вторая половина дня, не очень хорошая погода, все-таки пришел, собрался в этом зале, проявив настоящий интерес к нашей сегодняшней беседе, к нашей сегодняшней встрече. Хочу сказать, что речь идет о цикле встреч с известными учеными, руководителями, директорами институтов в рамках акции, организованной Российским обществом знаний при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации в Казанском университете при координации Департамента по молодежной политике. Напомню, что в рамках этого цикла поделись своим знанием. У нас в течение недели выступали и руководители IT-подразделений, ученые, которые занимаются исследованием наших недр, газа, нефти в частности, известные философы, юристы, медийщики. Но вот с моей точки зрения сегодня завершающая встреча в рамках цикла «Поделись своим знанием» с самым интересным гостем и спикером по двум причинам. Потому что он реально самый интересный из тех, кто когда-либо... Это надо уметь рассказать о том, что каждого из нас по-настоящему уже даже, или в переносном, но и в настоящем смысле болит, при этом настолько изящно, понятно, аккуратно, профессионально. Ведь еще главная заповедь «Не навреди», она прежде всего касается той сферы, которой вы занимаетесь. Ну и просто второе, да, это как раз вот та самая сфера деятельности, от которой мы все зависимы. Мы рождаемся благодаря тому, что есть на этом свете люди, занимающиеся здравоохранением, медициной. Нет, Леонид Григорьевич, люди, изучающие... Нет, нет, не рождаемся по другой причине. Если вы с самого начала начнете, тогда мы уже совсем далеко уйдем. Мы все-таки будем ограничиваться вот тем профессиональным срезом, о котором мы постараемся сегодня услышать из ваших уст. Ну и стараемся максимально натянуть момент ухода из этого мира тоже при поддержке людей, которые занимаются здравоохранением, медициной, исследованием в области биологии, ну и многих-многих смежных отраслей знаний. Все это олицетворяет в нашем университете, в нашей республике проректор Казанского федерального университета, директор Института фундаментальной медицины и биологии, профессор и еще, наверное, масса... Андрей Павлович Киясов, под ваши бурные аплодисменты. Я думаю, что для вводного слова более чем достаточно, потому что все вы ждете, конечно, того момента, когда Андрей Павлович, тема заявлена «Homo sapiens» под микроскопом. Я знаю, что она не случайна, она связана еще с одним событием в жизни Андрея Павловича, о котором он сейчас скажет, по всей видимости. И далее, после выступления, я напоминаю, у нас будет сессия вопросов-ответов, так что готовьте свои вопросы. Андрей Павлович, вам слово. Ну, во-первых, добрый день, дорогие друзья. У меня перед тем, как начать, вопрос, ну, хотя бы как бы выборочно. Скажите, вот, чего вы ожидаете, зачем вы пришли? Ну, я имею в виду, скучно было просто, зашли там или еще что-то, или у кого-то какой-то есть вот интерес. Ну, не стесняйтесь. Да. Если можем микрофон, да, да. Послушать интересного человека. А, ну, понял, ладно, я тоже хорошо интересный человек. Еще есть какие-то причины? Да. Ну, что же какие-то советы от вас? Советы по поводу чего? Нет, ну, как дети получаются? Или вот то, что Леонид Григорьевич сказал, или какие другие? Ну, как уж прям, как дети получаются. Нет, ну, вы сказали, как рождаемся. Нет, вы понимаете, я почему говорю... Да, как здоровые получаются. Как здоровые получаются. Я почему задаю, потому что от этого очень важно, ну, как бы, чтобы построить... Это, во-первых, сначала мой монолог, а потом с вами диалог. Это раз. Второе, Олег Григорьевич уже сказал, почему эта тема названа гомео сапиенс под микроскопом. Дело в том, что вообще весь цикл, который сейчас идет, это типа поделись своими знаниями. Так ведь, да? Вот. Я не очень согласен с первой частью, там, когда история моего успеха, что ли, у вас еще цикл. Но про успех как-то это тяжело говорить, и когда кто-то считает, что он достиг каких-то успехов, ну, работайте, да и все будет. Вот. А по гомео сапиенс, по человеку, дело вот в чем. Я как-то тут, ну, скажем так, несколько лет назад решил сделать, ну, такую научно-популярную, может быть, в какой-то степени книгу. Но чтобы это было не просто научпоп, а чтобы это был и своеобразный учебник для студентов. То есть, ну, такой экспериментальный формат на учебник научпоп. А поскольку я преподавал всю жизнь гистологию и анатомию, то, соответственно, так сказать, вот это вот было выстроено вокруг, и по темам оно выстроено было, то, что медикам мы преподаем, это анатомия и гистология. Ну, вот получилось, вот это вот сигнальный экземпляр, но мы договорились с Леонидом Григорьевичем, так сказать, и с ведущими, что, честно говоря, вот этот сигнальный, я его пущу сейчас вам по рядам, вы можете полистать. Как вы сказали, даже картинки есть, так сказать, вот. И, наверное, мы можем даже сегодня с вами разыграть, ну, такой вот, как бы, конкурс на самый интересный вопрос. Все решите, чей будет самый интересный вопрос, тому в подарок достанется эта книга. Поэтому пускаю ее по рядам, смотрите, пожалуйста. Вот, ну, а если коротко, там, кстати, во водной части примерно написано, я представлюсь еще, кроме всяких регалий, которые были перечислены, я простой человек, который родился не в Казани, родился я в маленьком городе на востоке Татарстана, город Бугульма. Вот, в нашей семье никого не было, ни врачей, ни биологов. Мои родители нефтяники. Вот, а биологию я, я не знаю, почему так получилось, но биологию я с детства любил. То есть, может быть, мне попадались хорошие книги, может быть, меня еще что-то интересовало. Я, например, как бы пытался там на даче, в бассейне скрестить карпас с карасем, потому что я там начитал, что у серебряного карася есть портенок. Ну, то есть, много там всяких таких заморочек биологических, так сказать, вот этим вот занимался. Поэтому, но поскольку любил биологию, соответственно, я участвовал во всяких олимпиадах, в том числе и биологических, и ездил сюда в девятом классе на республиканскую олимпиаду по биологии. Меня тогда поразил наш музей, который до сих пор существует, это уникальный музей зоологический, и олимпиада проходила внутри музея. То есть, сначала был письменный тур, а потом на устном туре мы получали вопросы, например, зал рептилий, зал птиц. И вот вопросы все были именно построены вот по такому принципу. Ну, честно говоря, мне на самом деле очень понравилось, и поскольку я увлекался биологией, то я думал, что я стану биологом. И собирался поступать в Московский государственный университет. То есть, с биологией у меня не было проблем, как вы понимаете, с химией тоже более-менее, так сказать. Но у меня тетушка в Подмосковье, в поселке Развилка, преподавала и, так сказать, учила детей математики. Там, кстати, вот где Газпром сейчас есть в Подмосковье, это вот там. И она мне поспрашивала по математике, ну, а знания мои были, ну, скажем так, ну, наверное, средние. И она поэтому сказала, ты знаешь, говорит, Андрей, ты, наверное, все-таки в МГУ по математике максимум тройку получишь. Я говорю, да, ну, что ж тогда делать. А в то время, это вот сейчас вот вы ЕГЭ сдаете, когда поступаете, а в то время мы сдавали вступительные экзамены. И могли поступать только в один какой-то ВУЗ, который мы выбрали, подали заявление, там сдаем экзамены. А, значит, учился я когда в школе, я учился в физическом классе, то есть у нас было по 10 уроков физики в неделю. То есть поэтому с физикой у меня вообще никаких проблем не было. И вот если математику поменять на физику, то набор предметов, которые надо сдавать, он как раз подходил для поступления в медицинский ВУЗ. Ну, я честно скажу, я не очень хотел быть медиком, так сказать, но вот оно так получилось, ну, думаю, ну, надо попробовать. Вот, я подал документы в Казанский мед, значит, ну, понятно, по биологии я получил пятерку, по химии я получил четверку, по физике я получил пятерку, по сочинению я получил четверку. Атестат у меня был пятерочный, в сумме я из 25 баллов набрал 23. Мы с родителями поехали домой, радостные, потому что моя одноклассница, кто 18, кто 19, все поступили. Мы приехали домой, на радостях собрали гостей, ну, как это, застолье такое, все, сын поступил, все, тролевали, топали. Вот, и отпраздновали мое поступление с 23 баллами и поехали в Казань вместе с вещами. На зачисление. Приезжаем мы в Казань, ладно, мой папа еще до зачисления за день смог как-то пробраться в приемную комиссию и узнать, есть ли я в списках студентов. На что было отвечено? Нет, вы не поступили. Как не поступили? А проходной балл 23,5. Ну, все. Ну, не поступили, не поступили, значит, что делать-то, так сказать, я вернулся домой. У меня была одна единственная мысль, она была такая, это же какие гениальные дети учатся в казанском меде, и я, так сказать, как бы, ну, совсем не дурак. Я не думал, что я совсем, как бы, вот, это, совсем дурак, что называется. То есть, я понимал, что я что-то и в биологии понимаю, вот, и я пошел работать, я пошел на завод железобетонных изделий. И целый год я работал арматурщиком, у меня там какой-то разряд арматурщика, то есть, я резал арматуру, варил из этих прутков, это самое, каркасы для железобетонных плит. И, значит, после Нового года, как бы, вторая часть, я устроился, я начал работать во вторую смену, к четырем часам днем, я повторял для поступления все, а потом, значит, я просто-напросто ехал на работу и до 12 ночи работал. А проще, значит, поступил я на второй год, меня уже заело, и я поступил. Самое интересное, я набрал те же самые 23 балла, все точно так же, вот, но проходной балл был меньше, я поэтому поступил. И вот опять радость. Все, значит, ну, здесь уже не обмывали мы семьей, мы приехали с родителями, где жить? А вот когда я начал работать в Казанском федеральном университете, я вообще считал, что это сказочная ситуация, когда всем студентам дают общежитие. Потому что, когда я приехал, это был такой грустный осенний день, мы сидели, тогда у папы была пятерка, не копейка, а пятерка у вас. Вот, идет дождь, холодно, общежития нет, не дают общежития. Мы ездим, ищем квартиру, в конечном итоге мы нашли квартиру на улице Тазигизад, это в центре, сейчас там ничего уже этого нет, там двухэтажный дом был такой каменный. Все удобства на улице, начиная от воды и туалета, только газ был проведен в коридоре, так сказать, коммунальная такая квартира. Вот я там жил. Вы знаете, я, честно говоря, иногда думаю, причем я жил в этой, это не то, что у меня была отдельная квартира там или комната, это была комната, наверное, 12 квадратных метров, посреди которой стояла газовая печка. И за газовой печкой жила хозяйка, а я вот на диванчике, так сказать, как бы около телевизора. Вот. И я иногда задаюсь вопросом, если бы я жил в общежитии, скажем так, учился бы я так, как я учился на первых двух курсах в меде. И, честно скажу, наверное, нет. Потому что в общежитии очень много отвлекающих факторов. То есть, кто-то один жарит картошку, кто-то еще чего-то, тебе хочется позаниматься. Я потому что, когда периодически приезжал к своим одногруппникам там, я понимал, что им намного сложнее учиться, чем мне. Я пришел, бабушка-хозяйка была полуглухая, поэтому, так сказать, как бы я ее не беспокою, она меня не беспокоит. А вот учиться-то, так сказать, наверное, было бы посложнее. Ну и все, потом я закончил, когда мед, я, правда, уже со второго курса начал заниматься наукой на кафедре гистологии. Закончил мед, поступил в аспирантуру. Сразу всем говорю, вы знаете, активная жизненная позиция, она всегда нужна, потому что я, например, очень переживаю. Я был пионером и комсомольцем. Вот, я, честно говоря, я был секретарем там комсомольской организации сначала факультета, потом всего медицинского института. Я работал в стройотрядах сначала комиссаром, потом командиром стройотряда, комиссаром зонального отряда. Это когда там 20 отрядов из разных вузов в районе Тетюш, он у нас так назывался, Тетюшский зональный штаб. И, то есть, это не то, что я только заучка там сидел и чем-то занимался. Нет, я еще после, так сказать, но вот любил я биологию в медицине. То есть, и поэтому кафедра гистологии, на которую я со студентов как бы так это прилип, это на самом деле биологическая кафедра для медиков. Все, потом аспирантура, потом защита кандидатской диссертации, потом опять работа. Сначала председателем студенческого правкома меня избрали, уже кандидата наук. Даже в ЦК профсоюзов я попал, российский, потому что тогда перестройка была. А из всех председателей правкомов студенческих я единственный кандидат наук был со всей России. Вот, поэтому я там даже в ЦК сидел. Вот, а потом иностранные студенты первые, 90-е годы, студентам надо помогать. Мы покупали им шубы, шапки, масло доставали, кур доставали для того, чтобы помочь прокормить. Первые студенты были ливанцы. Ну и в 93-м году, Леон Георгиевич, если лишнего, я могу, так сказать, закончить про себя? Нет, мне кажется, интересно. Вот, в 93-м году я уехал на стажировку в Бельгию. В Бельгии есть такой университетский городок, Леовин. Там вообще вся жизнь крутится вокруг вот этого католического университета. Этот католический университет, он чем знаменит еще? Дело в том, что это был единственный университет, где был факультет пива. Значит, в этом городе располагается один из главных заводов вот этого пивного концерна, который выпускает пиво Стелла Артуа. Но я небольшой любитель пива, так сказать, но все остальное вокруг университета. Это католический университет, он, по-моему, чуть не самый старый, так сказать, в Европе. Вот, а я попал в лабораторию, это департамент заболеваний печени и поджелудочной железы. Когда я приехал, мой супервайзер, он сказал, что ты будешь заниматься клетками, так вот они называются там, жирнокапливающие клетки синусоидные. Я про эти клетки, хоть и гистолог был, нифига ничего не знал. Вот, поэтому, так сказать, но потом я в них влюбился. Вот, проработав два года в Бельгии, я вернулся домой, в медуниверситет. Тут мне сразу предложили заведовать Центральной научно-исследовательской лабораторией. Могу сразу сказать, то, что мы, как бы, сейчас живем, это вообще здорово. Потому что вот в 95-96 году, и когда до 99-го года я заведовал с Нелом, вы не можете себе представить, мне зарплату нечем было платить сотрудникам по полгода. Просто денег не было. Как мы жили, я вот сейчас вот думаю, как мы в те времена жили, это вообще непонятно. Вот, ну а потом, когда я защитил докторскую диссертацию, как раз по регенерации и развитию печени, то мне сказали, слушай, вот на кафетре анатомии надо поработать. Пошел на кафетру анатомии. Вы помните, вот, кто видел, во дворе университета есть такая анатомичка. А там надпись есть, хиклокус эст, уби морс, гаудата цикурера вита. То есть, это место, где смерть рада помочь жизни. Вот, ну и получается так, что я начал работать на этой кафедре, стал заведовать этой кафедрой. А потом, по-моему, в девятом году, что ли, мне предложили еще должность проректора в медуниверситете по науке. А в двенадцатом году меня пригласили для разговора и сказали, а не хочешь ли ты попробовать эксперимент. А эксперимент очень простой. Эксперимент создать в федеральном университете, потому что в 2010 году был создан Казанский федеральный университет, создать такой экспериментальный медико-биологический институт. Я сразу хочу вам сказать, что наш старейший университет российский, он указ-то был в 1804 году подписан. Но если вы будете смотреть, если есть историки, он был в ноябре подписан, ноябрь, сразу декабрь, уже 1805 год. Вот в 1805 году начался первый набор кадров, я имею в виду кадров, это преподавательских, но даже не про преподавателей я хочу сказать, я хочу сказать, что сразу же в этом указе и уставе 1804 года, там было прописано все, там должно было быть четыре отделения. И одно из отделений это как раз врачебных наук и скотолечения. И одна из первых кафедр, которая должна была быть создана, она называлась кафедра анатомии, физиологии и судебных врачебных наук. Именно вот эта вот кафедра, так сказать, потом она перебазировалась в анатомичку. До 1814 года в Казанском университете существовали отделения, не было ректора, а был только директор. А директором был Яковкин, тот самый, который реально был и директором гимназии. Дело в том, что университет начали выстраивать на базе мужской гимназии. И вот если вы сейчас посмотрите на наше красивое здание с колоннами, которое преобразилось благодаря Лобачевскому, то вот в центре колонны, теперь смотрите, левая часть, то, что мы называем восточное крыло, и правая часть, там, где есть юрфак. Зайдите, посмотрите, вы увидите, что они несимметричные. Лестницы не так, двери не так. А почему? Потому что это были разные здания. Потому что гимназия располагалась, когда мы смотрим лицом на колонны, она располагалась слева. И вот там как раз были гимназисты. А справа был дом губернатора, который тоже потом отдали университет. А потом их вместе соединили, и получилось вот такое вот красивейшее здание Казанского императорского университета. И, кстати, первыми студентами в 1800, получается, в 2005 году или 2006, это были бывшие гимназисты. Вот все, кто закончил гимназию в этом году, их просто зачислили в студенты Казанского императорского университета. И, кстати, писатель Аксаков, мы им гордимся, он как раз был в числе первых студентов. Он просто, ему повезло, мы говорим, первый студент. Но первый, потому что на А фамилии называете, начинаете, так сказать. Вот, он закончил гимназию, вот, а Аксаковы, кстати, у них было, он жил, когда приехал сюда, он сам-то из Уфы. Из Уфы, да. Да, а жили они, это самое, он у родственников жил в деревне Арышхазда. Это между М-7 и Оренбургским трактом, вот, так сказать, это... Ну, ладно, про Аксакову не будем, я пока расскажу про университет. И, значит, в 1809 году попробовали провести первые выборы ректора университета. Профессоров было немного, их, по-моему, человек 9 было, они между собой поговорили, поговорили, и они выбрали ректором профессора Брауна. Но министр просвещения не утвердил профессора Брауна на ректора. И, соответственно, так сказать, еще до 14-го года Яковкин был одновременно директором гимназии, директором университета. В 13-м году состоялись очередные выборы, опять выбрали Брауна, а Браун, это, кстати, анатом, вы думаете, что я про Браун рассказываю, потому что это потом же на кафедре анатомии работал. Вот. И вот здесь Брауна уже утвердили, и с этого момента начинается эпоха медицинской школы Казанского императорского университета. Золотой век – это вторая половина 19-го века, и когда в 1930-м году было принято постановление, так сказать, уже советского правительства о том, что надо создавать институты, и создавали Казанский медицинский институт в 1930-м году, был отделен от университета медицинский факультет. И вот как сейчас есть градообразующие предприятия, вот медицинский факультет, два было крупнейших факультета в Казанском университете – юридический и медицинский. Практически 40-50% студентов и преподавателей были выделены, так сказать, ну, то есть, как бы вот так вот оголели. Ну, и возвращаясь теперь к 2012 году, к 2012 уже нашему времени, когда мы предложили, мне сказали, а не хотите ли вы создать какой-то гибрид, причем к тому времени во многих классических университетах в Московском университете? Потому что, например, первый мед, Сеченовка – это бывший медфак МГУ, первый мед в Санкт-Петербурге – это бывший медфак Санкт-Петербургского университета. Но к тому времени уже, то есть, кто-то МГУ, по-моему, вообще до начала 21 века, они уже создали у себя медфаки, МГУ назвало это факультет фундаментальной медицины, а в СПБГУ создали просто медицинский факультет. Ну, и когда, так сказать, вот такое вот предложение прозвучало, вы знаете, мы придумали в Казанском федеральном университете вообще уникальную структуру, которой нет нигде. Мы не стали воссоздавать отдельно медицинский факультет или медицинский институт. Был очень сильный биологический факультет, а современное развитие науки и медицины, говорит, вообще идет биологизация медицины. То есть, сейчас медицину невозможно представить без генетики, без глубокой биохимии. Смотрите, МРТ, компьютерная томография – это физика, глубокая физика, так сказать. То есть, вот биологические и другие знания настолько глубоко входят в медицину, что нужен какой-то новый формат подготовки и врачей, и медицинской науки. И поэтому мы начали создавать вот такой вот гибрид, мы его назвали Институт фундаментальной медицины и биологии. И одновременно у нас поэтому учатся и будущие врачи, и будущие биологи. Ну, а мне посчастливилось, так сказать, вот работать и, как это, быть причастным к созданию этого института. Вот это, как это, краткий анамнез. Вот у больного собирают анамнез, вот это краткий анамнез, я вам его сказал. После этого вы можете задавать мне наводящие вопросы, вот, чтобы полностью мы могли с вами выстроить патогенез. Патогенез – это чего же там в заболевании, так сказать, а потом найти способ лечения. Спасибо большое. Коллеги, напоминаю, да, вы можете задавать вопросы, для этого дайте сигнал, просто микрофон перейдет. Нет, если вы хотите, чтобы я еще театрского вопроса, намекнете, так сказать, я... Но, вот, все-таки, вот эту тему, которую вы в завершении, как бы, обозначили, она ведь, вот так легко прозвучала из ваших уст. Но, согласитесь, коллеги, наверное, не с большой радостью стали воспринимать, что классические университеты стали открывать у себя медицинские направления. То есть, было какое-то сопротивление, аргументы надо ли, зачем, а где, кстати, кадры набрать для педагогические, для вот такого нового типа медико-биологических институтов. Вот, это же большие проблемы, скорее всего, с которыми вы сталкивались. Нет, проблемы были, проблемы были и внешние, и внутренние, я здесь скрывать не буду. А внутренние проблемы, потому что, так сказать, всегда существуют люди, которым чего-то не очень хочется менять. И поэтому, даже когда мы начали собирать документы на лицензирование, чтобы получить право, скажем так, вот, медицин, врачей готовить, то были и внутренние, так сказать, недоброжелатели, которые вставляли нам палки в колеса. Внешне недоброжелателем, наверное, на первых порах выступал только Минздрав, но не Минздрав Татарстана, а российский, потому что он был монополистом, вот сейчас, недавно было совещание, и Татьяна Владимировна Семенова, она замминистра здравоохранения, и она курирует вопросы науки медицинской и медицинского образования, она говорит, вот, когда я пришла, в 10-м, по-моему, году в Минздрав, как она сказала, работать, вот было 46 медицинских вузов в Минздраве, их так 46 и осталось. А количество медфаков в Миноборовских вузах увеличилось на порядка полтора десятка. Вот если сейчас мы с вами даже посмотрим привозки в наш федеральный округ, вот смотрите, Казань вообще уникальный, потому что у нас, получается, в Казани есть Казанский медицинский университет, бывший медфакт, так сказать, который самостоятельно развивается. У нас еще в 20-х годах был создан ГИДУФ, Государственный институт для усовершенствования врачей, они, правда, постдиплом только занимаются, и получается, мы третьи. А мы занимаемся, так сказать, как и медуниверситет, и подготовкой будущих врачей, и, так сказать, ординатура у нас есть, и постдипломное образование. Теперь берите Ульяновск. По-моему, в 80-е годы 20-го столетия в Ульяновском университете был создан медфакт. Чувашский государственный университет, там медфакт. Марийский государственный университет, там тоже есть медфакт, то есть там не отдельный. Недавно совсем создали в Ешкар-Але медфакт. То есть получается, что это не Минздравовские, это Минобровские вузы. А получается, Минздравовские вузы есть где? В Казани, я уже сказал, в Самаре, в Ижевске, в Нижнем Новгороде и в Уфе. А все остальные практически соседи по Приволжскому федеральному округу, вот, я имею в виду ближайших, я не имею в виду Саратов, там, например, вот, это МИКС, то есть это не обязательно Минздравовский, это Минобровские вузы. Сложности есть по кадрам, когда вы говорите, но то, что касается фундаментальных дисциплин биологических, здесь нет проблем. А нашим преимуществом, вот в некоторых вузах, например, там есть какая-то даже, как она называется, вахтовый метод, когда профессора-клинициста приезжают, там что-то начитывают из других городов. У нас не было таких проблем, не было по одной простой причине, что уже на тот момент, ну, во-первых, Казанский медицинский университет и Казанский, она тогда медицинская академия ГИДУВ, у нас был, ну, скажем так, небольшой переизбыток квалифицированных кадров, остепененных, квалифицированных кадров, поэтому мы здесь не испытали больших проблем. Спасибо. Так, вопросы, аплодисменты, безусловно. Да ладно, что вы хлопаете. За что вы хлопаете? Пока еще ничего интересного нет. Ну как, это, ну вот, обратная сторона, как-то вы, это самое, отдаете мне все время пальму первенства, я книгу завоюю в результате. Значит, обратная сторона кадровая. Вопрос, скорее, от обывателя, да, не столько от присутствующих здесь, сколько, вот, обывательский, но он... Игорь Ильич, я вам помогу. Сейчас вы потом про обывателя скажете. Я могу сказать, за 10 лет, ребят, мы стали лучшими. Мы стали лучшими, потому что, если говорить по всем международным рейтингам в области и биологии, и медицины, мы входим, так сказать, в 500 лучших университетов мира. И это всего за 10 лет. И это, на самом деле, это и кадры, это и наука, это и образование. Это достойный аплодисмент. Да. И не стоит. Но в России мы третьи. Нас опережает только Московский университет и Санкт-Петербург. А я, знаете, где обыватель-то хочу задеть, его интересы. Вот вы сказали, что количество медицинских вузов, включая вот факультеты или специализированные институты внутри университетов классических, увеличилось, заметно увеличилось. А наши поликлиники, особенно поликлиники, больницы зачастую, испытывают жуткий дефицит кадров. Вы хотите честно? Вот где кадры? Вот. Могу сказать. Во-первых, было недавно выездное заседание комитета Госдумы Российской Федерации в Нижнекамске. Мы обсуждали как раз эту проблему. Олег Викторович Морозов вел это заседание. Это проблема кадров. Ребят, я сразу могу сказать, что я против целевиков. Вот если кто-то, так сказать, услышит и скажет, я же целевик, зачем ты против меня? Я против. Против по одной простой причине, что я понимаю, что когда я не поступил первый год, значит, там были тоже целевики. Или еще что-то. Вот. А сейчас я против целевиков. И буду об этом всегда говорить. Потому что для целевиков идет совершенно другая конкурсная группа. То есть, например, у нас в этом году, вы будете смеяться и не поверите, у нас было 125 бюджетных мест на лечебное дело. А вы знаете, сколько в открытом конкурсе, вот вы поступаете, вы не целевик, вы там не инвалид и не сирота. А вы знаете, сколько реально было мест на поступление? От 125 отнимите 106. Потому что 106 мест, это целевики и льготные группы. Ой-ой-ой. И, соответственно, у целевиков, у них совершенно другие проходные баллы. И самое главное для целевиков, вот для целевой группы, так сказать, это чтобы была конкурсность. То есть, например, на 100 целевых мест, чтобы было подано хотя бы 101 заявление. Все, конкурс состоялся. Понимаете? И не должно этого быть. Я не против целевиков, которые приехали из своего районного центра и вернутся туда. Но самое забавное, что, вы знаете, у меня складывается впечатление, что кто-то родился с золотой ложкой во рту. Потому что, ну, сначала как целевик, в вуз его поместили, вот так, знаете, это вот как в кресле, так вот в карнационном. Потом он 6 лет проучился, его точно так же с золотой ложкой пересаживают в целевую ординатуру. А потом, ну, потом я не знаю. Потом он, может быть, конечно, и уедет в свой район. А может быть, еще что-то случится, так сказать, и он станет где-то главным врачом, там, или еще что-то. Вот я против вот таких искусственных льгот. То есть, каждый человек, то есть, на каждом месте должен быть тот человек, который этого заслуживает, а не искусственно создано. А тогда запретите после того, как целевик отучился 6 лет, ему поступать в целевую ординатуру. Его посылали, потому что не хватало места в поликлинике. И он должен приехать и отработать 3 года в поликлинике, потом, пожалуйста, посылайте его в целевую ординатуру. Ну, то есть, вот, когда вы мне задаете, где? Вот там они. А потом очень многие просто уходят. А причем самое интересное, так сказать, закончив целевиком, намного легче потом заплатить штраф 6 лет, потому что бюджетная цена чуть ниже коммерческой цены, когда студенты, его родители платят сами. Ну, небольшая разница, но она есть. И, соответственно, да, поступаю льготно, окей, закончил, хорошо, не хочу работать, заплачу за 6 лет, ну, сейчас просто по закону это можно, но это все равно будет меньше, чем я бы учился на коммерческом. Спасибо. Спасибо за откровенный очень ответ. Пожалуйста, вопросы даю. Андрей Павлович, здравствуйте. Вот такой вопрос насчет симуляционного центра, который тоже был создан, соответственно, в СИТОЧЕ фундаментальной медицины. И вот то оборудование, которое там стоит, соответственно, уникальное, и тот опыт, который могут, соответственно, студенты, соответственно, аспиранты, те, кто, ну, работают, могут вот освоить, соответственно, вот это вот оборудование уникальное. То есть, как вот вы можете... Ну, во-первых, про сам этот симуляционный центр, вы знаете, что мы его создали в бывшем спортзале. И вот это... Ребенку иногда говорят, ты чего тут такой натворил? Вот. Вот это мы натворили. Но натворили не в плохом смысле слова, потому что вот само слово натворил, ведь там же корень-то какой? Творчество. То есть, мы придумали эту штуку, мы создали эту виртуальную клинику. Эта виртуальная клиника работает на студентов. Более того, ведь не только на студентов-медиков, БЖД, безопасность, жизнедеятельность, там проходят все факультеты и институты университета. Это раз. Второе, так сказать, как бы оно ни было, там же и ординаторы, там же и к олимпиадам, ко всевозможным готовятся, там же к аккредитациям готовятся. Был очень интересный опыт, что сейчас вместе с Центром медицинской науки мы создали еще... Они выпускают, но наши преподаватели участвовали в этом, симуляторы для стоматологии, причем передвижные такие, которые можно из комнаты в комнату, они по дизайну... Вот вчера, вот последнюю неделю все, мы с ректором обходили все эти здания наши, и как раз, когда вот это вот смотрели, что можно эти симуляционные технологии во всех институтах применять. То есть, сейчас первая ласточка это симуляционные технологии в медицине. То есть, до того, как ты к настоящему пациенту подошел, ты сначала учишься на роботе. Так, соответственно, до того, как ты к настоящему предмету, так сказать, вот в своей деятельности подошел, ты тоже должен всегда учиться на роботах. Я считаю, что то, что мы делаем в этой области, оно, как сказать, оно не просто правильное, так сказать, кое-где у нас даже учится. И, по-моему, вот такого центра, по-моему, у нас даже, ну, как бы, по-моему, нету вот в Татарстане, то есть, который может вот похвастаться. Нет, в Татарстане, понятно, мы, как бы, самый крупный такой центр. Я даже более того скажу, очень хороший есть симуляционный центр в первом меде. Он размещен в библиотеке, в бывшей центральной медицинской библиотеке. Но наш выигрышно смотрится за счет того, что мы натворили его в спортзале. То есть, когда всю логистику перемещений, как в клинике, начиная от ДТП, ну, то есть, от оказания первой помощи, и потом вот эти все перемещения по отделениям, да, этого пока нигде нет. И даже есть такое общество симуляционной медицины, там, когда разговоры были, руководитель, Балкизов, он даже говорил, если у вас где-то есть пустующий спортзал, делайте в них симуляционные центры. Спасибо. Пока следующий вопрос созревает. Андрей Павлович, вот такой немножко, ну, про Homo sapiens, может, скорее, и философские на стыке, да, вопрос медицины. Сегодня здравоохранение активно работает, эта задача стоит на государственном уровне, на проблемы продления жизни. И для этого используются все, иногда даже вызывают вопросы, насколько этические, да, вот где граница этических норм, где, до какой степени, и каким образом можно продвигать эту тему. И вообще, с вашей точки зрения, где вот до безграничного будем работать, нацелена медицина, то есть, вот сколько выйдет, там, до 200 лет, условно. Или все-таки есть пределы, чисто биологические и чисто этические, да, когда человек перестает уже быть Homo sapiens, превращается в полуробота. Вот ты запутал немножко, но... Нет, нет, вы задали такой, на самом деле, ну, сложный и в этическом, и в биологическом плане вопрос, потому что здесь надо разобраться в продлении жизни. То есть, ведь жизнь, вот по определению ВОЗ, это не только физическое благополучие, там это и социальное, так сказать, как бы... Вот, поэтому, что называть жизнью, вы правильно задаете вопрос, то есть, самая большая проблема сейчас, когда продолжительность жизни увеличивается, то это не просто, как это сказать, лишний год. А как проведен этот лишний год? То есть, то ли это лежачий уже человек, он вообще, как бы, с внешним миром, так сказать, вот он... Это должна быть... Вот лучше сказать так, если мы говорим за долголетие, это активное и здоровое долголетие, потому что мучения с болячками, которые приходят в старости, это неправильно, так сказать, вот продлевать просто так вот все эти вещи. Вот. Пределы, безусловно, есть какие-то, это они и генетикой, и окружающей средой все это сказывается. Сейчас, кстати, очень много... Вот все думали, что когда проект геном человека завершился, что все мы разгадаем. Вы знаете, не все. Потому что вот наш с вами геном, который расшифровали, ну, такой усредненный геном, это вот как книга. Причем вот в этой книге есть отдельные главы. И самое интересное, что в каждой нашей клетке с вами, в ядре, вот есть книжки такие, но все клетки, они отличаются. То есть есть одни клетки, из которых растут волосы. Есть другие клетки, которые, например, являются клетками крови. А внутри, в ядре у них книжка та же. Но чем клетки отличаются друг от друга? Главы разные читаются. Вот читается глава, и клетки, они, так сказать, как бы идут по пути развития волос. А читается другая глава, и клетки идут по пути развития клеток крови. И вроде бы все тоже понятно. Это называется экспрессией генов. Одни гены работают, другие не работают. Но сейчас оказалось еще другое, и что это тоже наследуется. Дело в том, что представьте себе, что не просто разные главы читаются, а вот, ну, например, там пили сладкий чай. Пили сладкий чай, чай пролили на книгу, закрыли, и какие-то 3, 4, 5 страниц склеились. И вы хотите почитать, а они склеены, эти страницы. Ну, не почитать эти страницы. А книжка-то есть? И вот там, где не почитать, это называется уже эпигенетический, сверхгенетический, сверхгенома изменения. И вот эти эпигенетические изменения, они тоже, оказывается, могут наследоваться. То есть, понимаете, то, что как бы вот заклеили эту страницу, она будет нечитаемой. И сейчас, кстати, очень чётко, немножко начинают смотреть по-другому, на Трофима Денисовича Лысенко. Помните такого, которого вы это самое говорили? Ну, вот я сам, я сам утрировал и сам смеялся, который говорил, что на оси не могут, так сказать, расти апельсины, а, так сказать, у него был очень модный метод яровизации пшеницы. Вот. Потом у него было очень много последователей, говорили, что это благодаря ему генетика была загублена, так сказать, вот там это движение политическое было, марганисты, там весьма несты. Но, если убрать политику и их борьбу, я имею в виду, вот учёных кланов между собой, кто кого побеждал при помощи, скажем так, властных структур, партии, а если всё-таки посмотреть на то, что он делал, вы знаете, там есть интересные вещи, потому что яровизация, которую он пропагандировал, вот, а это эпигенетические изменения, и они могли наследоваться. Самое интересное, одним из его последствий, вот у меня в книжке это есть, был Александр Николаевич Студетский, который, как и Лепешинский, они, так сказать, пропагандировали, что из неживого может быть живое. Вот Александр Николаевич, он, например, что делал? Он у крысы отрезал, разрезал кожу, выделял мышцу, готовил из неё фарш, из этой мышцы, но он только перец, соли, лук не добавлял, потом это всё возвращал назад, сшивал, и через месяц на этом месте была мышца. То есть, он, кстати, одним из первых показал, что скелетные мышцы могут регенерировать. Неважно сейчас, какая была потом интерпретация, она на тот момент была то, что пришло в голову, но реально он показал, что это возможно, и вот всё, что сейчас делается в области регенерации, и открытие стволовых клеток, потому что потом в скелетных мышцах нашли стволовые клетки, клетки с целлитой, вот, то есть, на науку, которая развивается, вы понимаете, она по спирали, и иногда бывает полезно вернуться на два витка назад, потому что очень многие вещи были сделаны, они, может быть, неправильно были интерпретированы. Мне очень понравилось высказывание, я ездил, есть такое общество, РАСА, это Russian Association, вернее, так, да, это ассоциация русскоговорящих учёных за рубежом, и они сначала, это те, кто вот у нас работает, за рубежом, они там, я ездил к ним на конгресс, и там познакомился с Александром Тропша, и вот Александр Тропша очень интересную вещь рассказал, вы знаете, сейчас не надо делать в большинстве, как бы, наук, мокрого эксперимента, то есть, резать животных, там, ещё что-то, это уже много-много-многими наделано в разных, в разных вариациях, наша задача сейчас научиться из того массива данных, а он есть в литературе, правильно всё собрать, почему появился, например, вот этот, как Рейн, доказательство правильности использования лекарственных препаратов, не просто там, мне тётушка сказала, вот это помогает, нет, нужна доказательная база, и вот точно так же в науке, очень многие эксперименты, может быть, даже не надо проводить, надо просто правильно научиться, брать знания, и эти знания потом применять и интерпретировать, и многие открытия могут быть так сделаны. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, Андрей Павлович, я ваш студент из вашего института, и у меня вопрос несколько касающийся организации учебного процесса в нашем институте. Мне довелось общаться с абитурентами, которые поступали к нам в этом году и в прошлых, и от их лица хочу задать вопрос, почему в нашем институте отсутствует педиатрическое направление, и какие вот были причины, почему изначально оно не открылось наравне с стоматологическим, с лечебным делом и с прочими. Это первый вопрос. И второй, вытекающий частично из этого вопрос к вам, как к основоположнику, скажем так, нашего института. Вы, когда принялись организовывать IFMIP, имели ли какую-то программу максимум? То есть, я хочу спросить, как вы видите наш институт через 50 лет? Будут ли какие-то, возможно, инновационные новые специальности? Пойдет ли это нам на пользу? И есть ли вообще в этом какая-то необходимость? Спасибо. 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 На первый вопрос проще всего ответить, почему нет педиатрии. Ну, потому что я сам заканчивал педиатрический факультет. И я понимаю, что есть ограничения. Вы знаете, мне было просто не... Будет нечестно, если мы будем набирать студентов, я сейчас поясню, на педиатрический факультет. Потому что, например, после педиатрического факультета вы не пойдете работать экшир-гинекологом, у вас есть рамка, заданная профессиональными стандартами. То есть, вот, педиатры, в отличие от лечебников, хотя самое интересное, учиться педиатрам сложнее. Они проходят почти то же самое, что лечебники, и плюс еще с третьего курса педиатрию. Вот. Но, зато на выходе у них есть ограничения. И поэтому, зачем изначально делать ущербного выпускника, так сказать, когда во всем мире есть General Medicine, и там всех учат лечебному делу. Есть dentistry, есть pharmacy. Я могу сказать, что у меня, например, мне стыдно сейчас перед нашими студентами, мы стараемся им помочь теми, которые учатся. Вы говорите, на взгляд, 50 лет вперед. Сейчас модно, сейчас вы услышите IT-медики, еще чего-то там, так сказать, фуд-протекторы, так сказать, это самое, выстраиватели жизни, там, это, корректоры, это, антиэйджеры, вот, трех все это и болтовня. Потому что, например, есть у нас уже в здравоохранении специальности, шикарные специальности, их при Академике Лопухине во втором МЕДе в Москве создали медицинская биохимия, медицинская биофизика и медицинская кибернетика. Что такое все эти три специальности при лицензированной и аккредитованной в Казанском федеральном университете. Но я вам могу сказать, например, специальность медицинская кибернетика, а это как раз и есть IT-медик, это те самые врачи, которые обучаются у нас на ВМК, на ВШИТИСе, они имеют кучу знаний по IT плюс медицинские знания. теперь смотрим профессиональный стандарт, а кем он может пойти с этими своими уникальными знаниями работать. А профессиональному стандарту он даже ни врачом, ни врачом-лаборантом пойти работать не может. Он может пойти только медстатистикам, бумажки перекладывать и вбивать. И мне стыдно, мне стыдно перед студентами, что мы обучаем, государство платит за это деньги, мы их сейчас переводим, кого на медицинскую биохимию, кого, так сказать, для того, чтобы они смогли ликвидировать разницу, на General Medicine. Потому что на самом деле они приходят ко мне на третьем, на четвертом, пятом курсе, и мы с ними разговариваем, они говорят, мы не можем пойти медицинским биофизикам. Медицинский биофизик всю эту физику знает, аппараты УЗИ, РКТ, МРТ, у них есть как раз насчет того, что будущее, будущее, я знаю, есть Эрик Тополь, почитайте, у него есть две книги, будущее медицины, так сказать, и, по-моему, искусственный интеллект в медицине. Вообще, удивительно умный человек, он все это расписывает, но вы знаете, когда мы уберем бюрократические препоны, и когда у нас не будет вот этого, когда в профессиональных стандартах написано одно, и умнейший человек, только из того, что он закончил медицинскую кибернетику, он никогда не пойдет. Я поднимал, как член Совета, у нас есть Совет Федеральное учебно-методическое объединение, как раз по фундаментальной медицине, мы поднимали этот вопрос, нам коллеги из одного из вузов говорят, да вы что, у нас с медицинскими кибернетиками нет проблем, у нас компании стоят за ними в очередь, они их чуть не с пятого курса уже к себе заманивают. Пардон, вообще-то он учится за счет наших с вами налогов, то, что называется бюджетное образование, это государство оплачивает с налогов, чтобы подготовить этого специалиста. И подготовить его для чего? Для частной компании? Нет. Государство его готовит, точно так же, то, что спрашивал Леонид Григорьевич, для больницы, для государственной больницы. И поэтому, когда там говорят, у нас за ними компаниями, у вас за ними компаниями, пусть эти компании тогда и платят за это образование. А вот когда мы говорим о бюджетном, о государственном образовании, вот здесь мы должны быть честными, мы должны выстраивать так, то, что нужно государству, то, что важно государству, и то, что даст отдачу государству. Спасибо большое. Спасибо. Еще вопросы? Так, а, чтобы вы будете друг с другом обмениваться, да? Андрей Павлович, вот такой вопрос еще. Вот вы сказали, что вот и медицинская кибернетика, есть и биофизика, и так далее, и биохимия, и вот есть и студенты, которые обучаются по фармации, но ведь, наверное, очень большое значение имеют еще качество образования, и то, что студенты, в Эфмимбе, ну, скажем так, изучают не только там медицину, биологию, но и химию, в частности, и довольно широко изучают. Нет, здесь, спасибо, во-первых, за вопрос, я сразу скажу, да. Вот в чем прелесть классического университета, и почему, честно говоря, вот я вам рассказывал про Льовин. Там ведь нет отдельного Льовинского медицинского института. Это факультет, который внутри, это всегда было так, это классика, внутри классического университета. Почему? Потому что здесь химию изучаешь в институте химии, физику, в институте физики, математику, когда вы создаете узкопрофильный любой вуз, у вас всегда, да, ну, вот проблема медицинского вуза, например, да, там будут прекрасные профессора, медики, там еще что-то, но когда вам надо будет создать кафедры другие, в институте химии, то, ну, как правило, как правило, на этих кафедрах других, на физике, на химии, там даже, так сказать, на них специалистам труднее будет делать свою науку, которая им интересна, чем в специализированном, например, институте химии. И, соответственно, так сказать, отсюда немножко, ну, качество, вот, качество подготовки другим дисциплинам в классическом университете, оно выше, чем в узкопрофильных. Это первое. И еще почему я хочу сказать вам спасибо за вопрос, потому что вы говорите качество. И вот я могу сказать, вот это наша фишка. А в медицинском образовании есть такая вещь, как аккредитация. То есть вот когда все заканчивают университет, бакалавриат, или магистратуру, вы либо сдаете выпускные экзамены, либо диплом защищаете. И вы просто получаете диплом. Вот сейчас медик, получив диплом, например, у него в дипломе написано будет врач, лечебное дело. Но он не сможет пойти работать даже в поликлинику. Потому что он должен сдать первичную аккредитацию. Это как ЕГЭ. То есть, и это, на самом деле, это одни и те же вопросы, это, так сказать, по всей Российской Федерации. И вот сначала есть первичная аккредитация, а ординаторы, когда заканчивают, у них есть специализированная аккредитация. Это ЕГЭ. Это проверяется качество подготовки в медицинских вузах по всей России. И вот здесь я почему говорю спасибо за вопрос, потому что, как только была введена аккредитация, у нас неизменно. стопроцентный успех. Все наши выпускники стопроцентно сдают аккредитацию. Когда идут разборы на Совете ректоров российских вузов медицинских, мы там тоже, как деканы, там директора присутствуем, то я могу сказать, что там идет большая критика. То есть, вот стопроцентный успех, это на самом деле, это знак качества. Тот самый, как был в Советском Союзе. Может быть, нам даже надо значок какой-нибудь придумать, так сказать, и выдавать нашим студентам. Вот. Спасибо. Вот, вот, да, пожалуйста. Я вот читала новость, что при Казанском федеральном университете открылся научно-клинический центр на Волково, кажется, с таким длинным названием «Предизионной и регенеративной медицины». Я вот хотела узнать, чем отличается подход данной клиники от других, насколько студенты ИФМИБа имеют доступ к данной клинике, и что там происходит, кроме лечения, ну, то есть, насчет науки, научной стороны. Я понял. Вы знаете, нет, этот центр, он планировался как площадка трансфера разработок научных, то есть, вот то, что в лабораториях делают в наших институтских, биологи делают, даже химики, например, делают. и вот трансляционная медицина это трансляция, то есть, когда из, получается, как бы от лабораторного стола к постели больного. И существует всегда разрыв, это во всем мире, он называется даже долина смерти, то есть, вот сама разработка какая-то или новшество, оно не доходит до постели больного, и поэтому вот этот центр, когда создавали, его планировали как раз, и он, в общем-то, выполняет эту функцию, как трансляция научных разработок, то есть, там, но трансляция может быть какая, может быть из клиники, то есть, собираются данные из пациентов, и потом, грубо говоря, научники обрабатывают, а потом обратно в клинику, а может быть просто, так сказать, инициативные какие-то разработки, которые разработаны в лаборатории, и туда, это, она не учебная площадка, вот университетская клиника, это у нас учебное, лечебное заведение, а научно-клинический центр, это все-таки площадка трансфера, технологий, или трансляции технологий, поэтому вопрос ваш, как студенты, да, если вы занимаетесь наукой в лаборатории или в клинике, и причастны к этим разработкам ваша, так сказать, лаборатория, то, безусловно, вы туда будете задействованы, так сказать, как бы, но чисто учебного процесса там нет. Спасибо. Здравствуйте, такой вопрос, я из другого института, вопрос... А из какого? Институт управления экономикой и финансов, если бы, просто вот, на фантазии, если бы вам дали неограниченное количество бюджета и возможностей, что конкретно в вашем институте вы бы сделали одно, то есть, что-то одно? построил в общежитие дополнительное. Это точно. Но я же вам рассказывал историю с общежитиями, когда я сам не смог жить в общежитии, и сейчас плачет, приходит, так сказать, вот я бы, если бы у меня были деньги, первое, что бы я сделал, построил общежитие. А почему одно? Чтобы три вы сделали? Да нет, я могу вообще все общежитиями застроить, так сказать, а потом еще и сдавать другим вузам, так сказать, какую-то маржу иметь с этого. Но это самое важное сейчас. Спасибо. Пожалуйста. Андрей Павлович, вот еще такой вопрос. Я сам, как руководитель студенческого научного кружка иммунобиокаталис, вот присутствовал на конференции, соответственно, и там как раз вот из ИФМИБа был представитель кружка по, соответственно, по хирургии. И вот тот уровень, который он, соответственно, показал, рассказал, то есть то, что участвует на различных олимпиадах, соответственно, и у них, вот, получается, те, кто работают в этом студенческом научном кружке, тоже вот активно участвуют. Вы как это можете прокомментировать? Я могу прокомментировать, что как-то традиционно все-таки медицинские научные кружки, это не только в Казанском федеральном университете, вот там, где я учился, где я работал, и в Казанском медицинском университете, вот в медицинских вузах развито было вот это кружковское движение, то есть научные кружки. Я помню, когда я сам занимался гистологией, а мы, вот как вы тоже, так сказать, мы занимались, резали, красили, изучали что-то. Я очень воевал с бюрократией, когда меня, вот там, это студенческое научное общество, они вызывали и говорили, напиши отчеты, сколько там ты заседаний, говорили, так сказать, вот это не самое важное, самое важное, это руками. И вот то, что мы сейчас смогли сделать у нас здесь, вот по кружку хирургическому, вы знаете, это на самом деле он один из лучших, наверное, в России, потому что у ребят есть условия оперировать. Они начинают, вы на каком курсе? Пятый? Вы оперировали, ходили куда-то? Да. То есть, вот эти операционные ветлабы наши, так сказать, я не говорю про симуляционный центр, они же там и на животных оперируют. У нас специально есть эти самые, мы покупаем вьетнамских веслоухих свиней, черненькие такие, так сказать, как бы, то есть, это уровни, то есть, степ-бай-степ. Один уровень проходишь, второй уровень, третий уровень по сложности. То есть, я думаю, что нашим студентам в этом плане жаловаться грех. Вот, как это, было бы желание, мы поможем. И вот еще такой маленький вопрос тоже по этой теме. Вот, как раз на собрании обсуждалось то, что, вот, так как у нас много довольно студенческих научных кружков, чтобы было вот активно еще взаимодействие между самими кружками, то есть, в пределах университета, соответственно, то есть, создавать какие-то, я не знаю, может быть, заявки на гранты и так далее, то есть, или участвовать, то есть, какие-то совместные проекты, чтобы были между именно студенческими научными кружками, именно вот внутри нашего, университета. А зачем? Ну, чтобы более эффективно работать. А мне кажется, это будет за бюрокрачивание? То есть, с вас будут требовать, а как вы можете с этим кружком еще что-то? Нет, может быть, здесь есть какая-то логика, я ее пока не могу уловить. А само общение, ведь вот даже, когда будет студенческая научная конференция, вы же не будете сидеть на докладах у медиков, например, или у экономистов, потому что, ну, посади меня на доклады к экономистам, я там ничего не пойму. Ну, я знаю Сальдо Бульда, так сказать, там, но не больше этого. Вот. А мне кажется, не так. Мне кажется, нужен какой-то каталог студенческих научных кружков и перечень тематик, которые там разрабатываются, и таких вот как бы технических возможностей, что там можно делать, потому что тогда, вот, например, вы как химик, вы можете посмотреть, какие есть студенческие научные кружки, например, у нас, а вам надо что-то проверить, и вы можете напрямую, но у вас должна быть эта информация, потому что, если просто так собираться там, какую-то такую создавать аморфную структуру, я не думаю. Вот. Мы сейчас создаем, например, по нашим лабораториям специальный каталог, где мы расписываем, чем занимается, какое оборудование есть, какие могут услуги оказать, ну, в хорошем плане. Эти услуги могут быть и оплачиваемые, эти услуги могут быть и совместные работы, или даже вообще кто-то инициативно пришел, он хочет что-то сделать, но у него чего-то нет, он приходит с идеей и говорит, вот как у нас, эти опен лабы создавались, он говорит, а я вот хочу это, ну, давайте я у вас сделаю. Да сделай, пожалуйста, так сказать, вот. Хорошо, спасибо. Спасибо. Коллеги, мы работаем уже час, чуть даже больше, поэтому есть возможность, если у кого-то есть еще вопросы, их задать. Один-два вопроса, мы, конечно, передадим микрофон залу, а вот, да, уже движется один. Для начала я бы хотела приветствовать тех присутствующих. меня как студентку третьего курса направления информации ИФМИП интересует, Андрей Павлович, ваш взгляд на вот следующую ситуацию. Допустим, если ученым получится создать таблетку от всех болезней, чем тогда будет занята медицина? Ну, и, следовательно, все тайны человеческого организма тоже будут исследованы буквально под микроскопом. Вот что будет, чем будет заниматься медицина, на ваш взгляд? Спасибо. Нет, ну, во-первых, медицина всегда должна быть упреждающей. То есть, вы понимаете, вот то, что сейчас медицина, которая у нас есть, это мы тушим пожар. Вообще, надо не доводить до болячки, поэтому не потребуйте таблетки, про которые вы говорите от всяких болезней. Вот то, что мы делали в университете в рамках программы 5.100, у нас ведь было целое направление, которое сейчас даже, оно расширилось. Это называлось трансляционная СМП медицина. Ну, про трансляцию я сказал, это перенос из лаборатории, так сказать, как бы, а СМП, что она обозначает? Это в начале 2000-х годов американский системный биолог Лера Ухуд предложил, что медицина должна быть, сначала он сказал, 3П, вот, 3П, это что? Главное, это персонализированное, потому что мы все с вами разные, мы с вами по-разному реагируем на всякие таблетки, и универсальная таблетка не получится, потому что одному надо четвертиночку, а другому для этого эффекта надо полторы сожрать, вот, поэтому она должна быть персонализированной медицины, второе, она должна, так сказать, как бы быть, какая, предиктивная, то есть предсказывающая, это связано как раз с нашими генетическими и эпигенетическими и другими особенностями, и, наконец, она должна быть профилактическая, вот, ну, то есть, вот это предупреждающее, вот это 3П, но потом Лера Ухуд понял, что это не получится, потому что, там, кстати, вот у меня в книжке, по-моему, в обводной части есть слова даже Достоевского, который там написал, что должно быть участие и понимание самого лечащегося, что надо это предпринять, так сказать, как бы, то есть, это 4П, это была патисипативная, то есть, участие пациента, мы сказали, да, это все хорошо, но это хорошо на тот момент медицины, которая существует вот в настоящую секунду, вот в настоящий момент, но, хорошо, геномные исследования, мы будем эти геномные исследования проводить на машинках ПЦР, а когда появились новые секвенаторы, так сказать, а когда появится потом еще что-то, а потом еще, то есть, соответственно, наука должна двигаться туда, чтобы к этим 4П, так сказать, то, что называется преэмптив, опережать, второе, вы задаете мне вопрос, вот ребята сидят, они у нас учатся, мы пытаемся это делать, но у нас это очень хорошо не получается, а кто будет провайдерами знаний вот этой вот геномной медицины, то есть, вот не медицина 20 века, а новая медицина, то есть, соответственно, нужен провайдинг этих новых знаний, ну и, наконец, мы живем в цифровую эру, вы знаете, что сейчас уже и Ростех вот предлагает, так сказать, дистантного мониторирования, то есть, это гаджеты всевозможные, да если вы сейчас посмотрите, у вас там сколько шагов сделал, каждый из вас смотрит, сколько там я в это сделал, вот, то есть, очень важно изменение точки care, точки ухода и контроля за пациентом, то есть, point of care, это как раз та часть, которая связана с цифрой, соответственно, вот это вот 7p, которую мы и в этом направлении двигались и в области и науки, и образования, а потом мы поняли, что не только в человеке, вот то, что я сказал, важно, а важно еще и окружение, то, что называется экспосом, и это окружение, это те же самые микробы, которые живут у нас в кишках 3 килограмма, их в 10 раз больше, чем количество клеток в нашем организме, это воздух, это вода, которым, это все примеси, то есть, поэтому это вот экспосом, и сейчас мы немножко в рамках программы приоритет модернизировали свое направление, это не только человек, как таковой, так сказать, это человек и его окружение, вот, поэтому есть чем заняться, не беспокойтесь, если вы даже таблетку какую-то придумаете, вот. Спасибо, но, хоть вы нас и вернули в реальность, но вопрос был все-таки очень добрый, да, почти как про коммунизм, да, когда вот и будет все, да, а тут и будет вечное здоровье, хороший был, добрый вопрос, спасибо вам, есть еще вопрос, да, пожалуйста. Такой тоже немножко философский, если бы тогда, когда у вас был такой момент, что в МГУ вы не поступите, вам сказали, что есть выбор, вот, так прожить жизнь, как вы прожили сейчас, сделать такую большую семью, как и в МИП, и написать книгу, и много всего, я уверена, что вы еще сделали, или пойти в МГУ и открыть такое, что перевернет весь мир, что бы вы выбрали? Нет, вы знаете, ну, во-первых, фантазировать-то можно, конечно, и я не буду скрывать, там, когда там про стволовые клетки, там, у червяков, что из мышц можно, там, это тоже и про Нобелевский мечтал, дело не в этом, вы понимаете, я вот, когда вы, поменял бы ты, или не поменял, вообще, честно говоря, я фаталист, в какой-то степени, я почему-то думаю, что есть, по-разному называется, но все, что я делаю, так сказать, как бы, вот, меня ведет Бог, а я, например, вот у меня мама, к сожалению, уже нет ее, и, честно говоря, я даже еду там в машине, или еще что-то, но я благодарю, так сказать, я почему-то думаю, что она, находясь там, она как-то думает за меня, там, так сказать, вот что-то мне подсказывает, помогает, я бы ничего не хотел в своей жизни менять, вернуть назад, не, не надо, вы знаете, меня устраивает то, что я имею, и то, что я имел, со всеми сложностями, радостями, так сказать, я бы не хотел никакую другую жизнь проживать. Спасибо. Так неожиданно, почти импровизировано, получился, по-моему, красивый финал нашей сегодняшней встречи, говорю сегодняшней, потому что, даже вот у меня тут написано куча вопросов, которые хотелось бы еще задавать и задавать вам, но я надеюсь, что вы будете, вообще частый гость в этом зале, спасибо вам за это. Я сам, ладно, не отказываю. Да, вы, кстати, самый первый, когда мы только этот шоурум открывали, вы были первым нашим собеседником, и поэтому каждый может и далее, и далее пользоваться случаем и возможностью встречаться и задавать вопросы, я думаю, что я тоже этим буду злоупотреблять, в обязательном порядке, а сейчас, если вы, ну, кстати, я уж не говорю о том, что вы здесь как в родном доме, потому что это бывшая клиника. Это да. Ребята, и самое интересное, что в этой клинике, ребят, получилось так, что у меня брали кровь для прямого переливания крови. у нас здесь была, когда это была клиника, я на третьем курсе, предмет был общей хирургии, тогда я расскажу просто забавную эту ситуацию, и попала девочка, ей бык распорол бедренную вену, вот, у нее была большая кровопотеря, и спрашивали как раз, у кого есть вторая группа резус положительной крови, я сказал, у меня, и я вот помню, что мы лежали на параллельных столах, так сказать, мою кровь переливали этой девушке, ну, девушке, ей было, может быть, лет 15-16, вот, но потом были самые интересные ощущения, потому что, когда я вышел оттуда, вообще самое интересное, что, знаете, донорство, это не просто благородно, а, вот, я любил сдавать кровь, потому что, когда сдашь кровь, как донор, то после этого идет какое-то просветление, вот, не зря же пиявки раньше ставили кровопускание, понимаете, как это, дурную кровь выгнали из тебя, вот, а, но здесь хирурги, они были очень гуманными, они говорят, слушай, ты сейчас закроешься, потому что там же не просто 200 миллилитров, а там чуть побольше взяли, вот они говорят, пойдем, мы тебя накормим, ну, заводят, значит, меня в столовую, вот она была, по-моему, на этом же этаже была, вот, а, и, кроме того, что они мне какие-то щи, и второй с котлеткой дали, они принесли, ну, наверное, где-то, больше трети стакана, спирта, а вы, как химик, знаете, да, что если в спирт налить воду, то идет какая реакция? Идет выделение тепла, то есть он нагревается, и вот, вообще, я человек был не пьющий на тот момент, вот, когда мне дали это выпить, но это как бы для здоровья, вот, я выпил, закусил щами и котлеткой, с это, а потом у меня был предмет микробиология, это на Бутлерово, с друзьями, они меня довели, я успешно дошел, и преподаватель, когда я сел, он говорит, ты как-то немного, киес, все не так выглядишь, но все ему объяснили, что со мной произошло, так сказать, я честно сознался, что это хирурги виноваты, а не я, вот, никаких последствий не было. Микробиология уже стала макробиологией. Макробиологией, да. Так что здесь была, да, старая клиника. И, кстати, РКБ, который на выезде из Казани, это как раз отсюда, то есть это была как республиканская клиника, она туда была переведена. Спасибо, спасибо еще раз, но, но это не завершение, то есть это завершение, но самое трудное у вас еще впереди, выбрать лучший вопрос, за который вы обещали сигнальный экземпляр своей книги. Я думаю, вот и о ребятам, они сидят, им полезно будет. Вот на троих сможете почитать по очереди? Да, конечно. Ну, все. А потом химику дайте, потому что для химика это тоже будет очень полезно. Спасибо большое. Ладно? Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, и спасибо вам, Андрей Павлович. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok